Вот всего пять лет или шесть лет тому назад, я уж не помню, у меня это было в Эхе Москвы, и я очень приветливо тогда отозвался, казалось, что патриарх Гундеев встал на путь исправления, ибо на его частной яхте Паллада были зафиксированы почти голые девки. Гуня перестал стесняться своих курортных фоточек и весело в Инстаграме трес жирами. Но вот и Гундееву, как мы знаем, война намотала на мозг портянку, превратив в существо слабоумное и опасное, и сегодня он это в очередной раз доказал, выкатив шедевр книгу «Церковь и школа». В этой книге патриарх по локоть запустил свои лапы в запретную, согласно конституции для его конторы, по крайней мере, и для него, тему школы, и там в этой школе он наводит свой мракобесный порядочек. Несомненно, ну да, ну понятно, что Гуня пойдет как военный преступник вместе со своим свихнувшимся Путиным. Но до этого момента, когда мы увидим его обритым наголо и будем долго смеяться, патриарх очень основательно сможет нагадить в детские мозги. И безвозвратно изуродовать целое поколение все-таки, вероятно, у режима получится. Вот когда русский рейх, наконец, рухнет, извеченные церковщиной, бредовыми скрепами дети будут несчастнейшими существами. Они будут обречены жить в вечном ИСС, измененном состоянии сознания, и в вечном конфликте с реальностью. Впрочем, это все еще цветочки. У церкви традиционные для конца октября проблемы. На время церковь забыла даже о Чайлдфри, о квадроберах, теории эволюции и о других объектах поповской ненависти. Ведь близится ужас всех попов Хэллоуин. Православные волосатые тыквы ненавидят лысые американские тыквы и делают им все гадости, на которые способны. А способны они сейчас, благодаря Путину, на многое. Они вообще пугливы, они везде видят опасность лысой тыквы, волосатой тыквы. Они видят опасность для своего шоу-бизнеса. Это оправдано и у магов, и у саентологов, и даже у тыкв опиум для народа, он чище и забористее. Да, конечно, по сравнению с РПЦ у всех этих магов и тыкв кустарные условия производства, но по сравнению с их продуктом слабенький опиум марки РПЦ, конечно, уступает по качеству.